Здравствуйте, друзья мои! И мы часто слышим, как говорят о быте Святой Руси, о церковных традициях, что на Руси не было принято, например, поститься таким образом. На Руси существовало вот такое обычай, на Руси люди верили вот так. И когда я слышу эти фразы, которые мы, конечно же, очень часто употребляем в нашем церковном пространстве, мне хочется спросить, на какой Руси не было принято совершать такой-то обычай или, наоборот, совершать, выпускать голубей или поститься до первой звезды. Потому что на протяжении столетий была разная Русь. Была Русь дворян, была Русь купцов, Россия крестьян, мещан, духовенство. И, между прочим, была Россия инородцев, и иноверцев. Потому что множество народов разных этнических групп входило в состав Российской империи, были подданными императора. И в каждой из этих групп существовал свой стиль благочестия, если хотите. Если хотите, это некоторые частные случаи субкультуры того или иного сословия. Потому что общество наше на протяжении столетий и даже тысячелетий было всегда сословным. Когда мы говорим о том, что дореволюционная гимназия была лучше советской школы, мне иногда хочется поддержать позицию защитников гимназии, потому что я имею слабость к античной литературе и классическим языкам. Но мы должны помнить, что эта школа существовала не для всех. В гимназию мог поступить не всякий человек. Например, Самуил Маршак поступил мальчиком в гимназию только потому, что была квота для еврейских детей, два еврейских мальчика на весь курс. Один из детей заболел, и вместо этого больного ребенка в гимназию взяли Самуила Маршака. А вот Корней Чуковский, учась в гимназии, в пятом классе был исключен, потому что попал под действие закона о детях низкого происхождения. То есть внутри сословия существовали свои правила. Кому-то было доступно образование, кому-то не было доступно. И сейчас речь совершенно не об этом. Я хочу просто сказать, что сословная замкнутость, сословные стереотипы порождали и свой стиль благочестия. Благочестие, если хотите, это система стереотипичных моделей поведения, которая преследует цель приблизить человека к Богу. Может быть, это не очень удачное определение, но это система моделей поведения определенных. То есть внутри своего сословия, внутри каждого сословия люди спасались, как мы говорим, православные люди, спасались каждый по-своему. То есть то, что было принято у крестьян, тот стиль поста, пощения, молитвы, он отличался от стиля благочестия, например, помещиков или купцов. Даже так. И в Третьяковской галерее вы можете найти картину проповедь в сельской церкви, где священник очень ярко говорит проповедь, художник это передал живыми красками, его слушают внимательно крестьяне, а спереди на креслах сидят помещики. То есть, оказывается, в церкви, в православной, можно было сидеть. Мы говорим, что в церкви православной, этим она отличается от католической, не положено ставить стулья, народ всегда стоит. А вот, друзья мои, оказывается, нет. Не было так. Для крестьянского сословия существовал такой тип благочестия, нужно было стоя молиться. Дворяне молились сидя. Не только проповедь слушали, но и молились сидя. В домовой церкви графа Шереметьева хор во время литургии сопровождался игрой органа. То есть, оказывается, то, что не было принято в церкви для крестьян, было вполне нормально для церкви, которую содержал граф Шереметьев. Или более известный пример, великая княгиня Елизавета Федоровна, наша почитаемая преподобная мученица, великая угодница Божия, я ее очень люблю. Она создала после смерти своего супруга монашеский орден со своим уставом, с новым типом облачения. О чем это говорит? Ведь монашество на Руси совсем другое, оно не знает таких устав, новшеств. Но именно ей было позволено написать свой устав, создать свой тип облачения, свой ритм духовной жизни. То есть, это было возможно для дворян, для людей из другой социальной группы, из другого сословия. И если вы будете читать внимательно произведения наших русских классиков, неоднократно на страницах увидите священников, которые играют в карты, священников, которые курят. Это говорит о том, что в их сословии это было тогда принято. Это никого не шокировало. А шокировало совсем другое. Даже в начале XX века священник, который проводил рождественскую елку, мог получить прещение от своего епископа. Потому что рождественские елки считались обновленчеством. Зачем я это все перечисляю? Я хочу сказать, что барыня, которая постилась в более упрощенном виде, которая не соблюдала так строго посты, которая молилась всеночную не три часа, а час по своему помещичьему уставу. Например, интеллигенты, которые в церковь ходили не так часто и другой тип благочестия использовали, они молились не хуже и постились не хуже, чем крестьяне, которые выстаивали на своих ногах всю службу. Или монахи, которые вычитывали псалтири за несколько дней, все целиком и полностью. Просто это разные стили благочестия. Они возможны в церкви. Это нам очень важно понимать. Почему? Потому что когда священников задают вопрос, а можно ли бить ребенка? А как воспитывать жену? Мне хочется в ответ на эти вопросы спросить, а как принято в вашем сословии? В крестьянской семье папка мог даже избить своего сына. И это было весело и для одного, и для другого. Но пощечина, которую вы могли дать мальчику из дворянской семьи, могла закончиться трагически. Или самоубийством, или убийством на дуэли, или другими более драматическими вещами. Не было принято это в другом сословии. Сейчас сословий нету. Хорошо это или плохо, я думаю, что это хорошо. Для меня это еще один повод благословлять время, в котором мы живем. Но это говорит о том, что стили благочестия могут быть разные, совершенно разные у разных людей. И не нужно торопиться, например, человека, который не так постится, как вы, не так молится, носит юбку не такой длины, обвинять его в обновленчестве или в придании принципа православной жизни, православной веры. Мы видим, что в дореволюционной традиции эти стили уживались, когда они не покидали границы его сословия. Но это говорит нам о том, что существует принципиальная возможность разных стилей благочестия. С другой стороны, человек, который придерживается более, можно так сказать, светского стиля спасения, он не так монашески ориентирован. Когда мы говорим светский тип спасения, я имею в виду, что в основной массе своей наша церковь ориентируется на монашеские идеалы, даже миряне. И мы считаем, что это единственный путь спасения, но могут быть и другие. Могут быть и другие. Поэтому, с другой стороны, человек, который придерживается этих светских стилей благочестия, он не вправе требовать от вас, если для вас совершенно естественно и нормально носить длинную юбку, выстаивать длинные всеночные, очень строго поститься, он не вправе требовать от вас чего-то иного. Вам так нравится? Вас этот стиль благочестия полностью поддерживает, он вас устраивает, и замечательно. Ведь каждый из этих стилей преследует одну единственную цель, чтобы вы стали ближе к Богу. А что значит стать ближе к Богу? Как минимум, это значит, чтобы вы стали добрее. Добрее в том числе и к тому человеку стиль благочестия, которого вы не разделяете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok